Жаркая пора у инспекторов природоохранного департамента. Несмотря на запреты, штрафы, специально отведенные зоны для пикников, желающих развести огонь посреди парка или на детской веранде немало. Некоторые, впрочем, решаются и на более опасные эксперименты. Пожарить шашлык на балконе или даже в ванной. Репортаж Натальи Люблинской. Здравствуйте, уважаемые отдыхающие. Разъясняю, что вы находитесь на особо охраняемой природной территории. Призывы инспектора разносятся по водной глади Москвы-реки. Патруль высматривает нарушителей, которые любят расположиться с мангалом в кустах у воды. Кто-то спешит сам затушить угли после вежливого обращения, а кто-то просто спешит убежать. Штраф за разведение огня на этой территории от 4 до 5 тысяч рублей. Что мужчины покинули свое место? При виде патрульного катера отдыхающие бросили не только костер и продукты, но даже палатки. Огонь никто не контролирует, при том, что разводить его здесь строго запрещено. В ход идет новое устройство – бронспойт, установленный на носу катера. Вода берется с помощью помпы из Москва-реки, подается по пожарному рукаву на гидрант. На вооружении природоохранного департамента он меньше года. Тушат костер не направленной струей, а методом дождевания. То есть накрывают водой сверху очаг возгорания и территорию вокруг. Очень действенные противопожарные меры. Теперь после ухода инспекторов огонь здесь будет не развести. Угли, дерево, даже земля вокруг все залито водой. А значит и угроза миновала. На улице очень жарко, трава сухая, везде листья, поэтому все это может быстро распространиться и привести к крупному пожару. Однако любители шашлыка это не пугает. Они готовы запалить мангал даже у себя дома. Вот это вот наша будущая курица, которая будет приготовлена в ванне. В интернете одно за другим появляются видео, как приготовить баранину, свинину или курицу на открытом огне, не выходя из квартиры. Аккуратнее, сейчас может так все вспыхнуть, что лука тоже... Ванная комната, например, может стать настоящей коптильней. Температура повышенная, дыма хоть отбавляй. Наблюдаем дымок. Ой, прям при этом... Ну, пускай прожаривается. Пошло сюда, там открыто все. О, дым у нас везде. Еще один народный и не менее опасный способ жарить шашлыки на балконе. Тут, правда, могут вмешаться бдительные соседи, когда заметят дым. Ведь достаточно небольшой искры, чтобы огонь перекинулся дальше. Если там жители хранят какие-то сгораемые вещи домашнего обихода, соответственно, происходит возгорание этих вещей на балконе. И здесь есть большая опасность, когда огонь переходит в саму квартиру и на высшие лежащие квартиры. Но если не на природе и не дома, куда еще можно пойти? В детский сад, решили жители Ульяновска. Вы не хотите объяснить мне? Вот эту ситуацию не хотите объяснить? Пока дошкольники на каникулах шестеро взрослых заняли веранду садика и жарят. Скажите, кто? Я родительница. Мой ребенок ходит сюда в садик. А вы сейчас шарите шашлык. Местные жители назвали их поведение вопиющим. Ведь есть же специально оборудованные зоны для отдыха. В Москве, например, их более трехсот. Что такое организованное место? Это площадка с твердым покрытием. Это наличие ящика с песком. И это наличие урны. Ну не урны, там даже контейнер мусорный. Как правило, там уже установлен мангал. Угли, мясо, хорошая компания, свежий воздух. И никаких опасных экспериментов. Разве что с рецептом маринада. Наталья Люблинская, Алексей Литвинов, Сергей Золотавин, Владимир Афанасьев. Первый канал.